Имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Мы рождаемся в этот мир не по своей воле. Это великая тайна, что мы появились. Но мы рождаемся в этот мир, в котором действуют законы. Законы вселенские, космоса, законы в природной среде, в животном мире, птицы, насекомые. Везде действует закон. Все существа, которые существуют здесь, на Земле, все живут строго по закону. Вовремя зачинают детей, потомство, вовремя рожают. Все в свое время, все. Если кошка зачила котят, она уже не подпускает к себе никогда кота. И так все. Тигры, львы. Очень важная тема для человека. Как человеку жить на Земле? Человек обязан жить по закону. Наше тело взято от Земли. Поэтому наше тело должно жить по закону природной среды. Сейчас мы все с вами заметим, что у нас будет ухудшаться состояние. И самый пик, самое худшее будет состояние к 22 декабря. Мы будем еле ходить вообще. Так будет тяжело. Потому что конец года, ночь самая длинная, мало света, мало энергии. Кто же доживет до 22 декабря, начнется после этого подъем. И потихонечку снова начинает увеличиваться день, энергии увеличатся. Все так каждый год. Мы должны все делать по закону. Мы по закону должны вкушать пищу. Какой смысл вкушать пищу после 6 часов вечера, когда наш организм начинает уже готовиться ко сну? А в 4-5 утра организм начинает работать. С этого времени начинается уже день. Какой смысл ложиться спать после часу ночи? До часу ночи каждый час идет за 2 часа сна. А если мы ложимся после часу ночи, никакого отдохновения нет. Поэтому везде существует закон. Я сейчас говорю, вы меня слушайте. Когда вы будете говорить, я буду слушать. Поэтому сегодня мы говорим о чем? Что Господь нам показывает закон. Он не только нам дает закон жизни этой, но он нам что еще дает? Он нам дает закон креста. Что такое закон креста? Это значит, что нести свой крест каждому человеку до конца своей жизни. Человек рождается на земле, чтобы нести свой крест. Дети несут крест свой перед родителями. Родители свой крест несут перед детьми. Жена свой крест несет перед мужем. Муж несет свой крест перед женой. Правители должны нести свой крест перед народом. Народ должен свой крест нести перед правителями. Ученики перед учителем. Учитель перед учениками. Врач перед пациентами. Священник перед пастой. Это закон. И Господь нам показывает крестом. Все идет на земле. Крестом спасение есть. А кто хочет снять с себя крест? Кто хочет удалиться от креста? Кто хочет оставить свой крест и не делать? Муж не работает, за счет жены живет. Дети ничего не делают сегодня. И что из этих детей вырастет? Кто из них будет? Как они будут жить в браке? Поэтому каждый из нас сегодня, если хочет жить за счет другого человека, с чем он придет к Богу? И Господь нам показывает, он несет свой крест до конца. Он свой несет крест. И на этом кресте его распинают. И на этом кресте он заканчивает свою земную жизнь. Но что он отдает на крест? Он на крест отдает свое тело. Вот это очень важно. Если тело будет управлять душой, человеку конец. Он не дойдет до конца дней своих. Ему нечего будет сказать Богу, если человек всю жизнь будет жить только ради тела. Что такое тело? Тело нам дано на очень короткое время. На время земной жизни. А наша земная жизнь, она очень маленькая. Если мы даже проживем 900 лет, это будет так мало. По сравнению с вечностью. Поэтому сегодня мы говорим, нам тело дано на короткое время. А что мы делаем с вами? Мы живем только ради тела. Сегодня люди столько имеют одежды, столько имеют питья и еды. Сегодня люди перестали уже огородами заниматься. Приходит машина с продуктами, купили что нужно и все. И мы потихоньку умираем. Если тело перестает работать, двигаться, если тело перестает заниматься деятельностью, деятельным телом перестает быть, тогда человек умирает быстро, он деградирует. Сегодня молодые девушки не могут родить ребенка. Им делают укол, чтобы они могли выкинуть ребенка. Сил нет. Слабые. Я учился принимать роды, когда был молодой. И я видел, что женщины не могут, молодые девушки родить не могут. Ему укалывают укол. Я помню, когда я был молодым совершенно, я прочитал в какой-то книге, что одна старообрядка родила 28 детей. А лет 5 назад я нашел другой материал. В Ивановской области одна женщина родила 56 детей. Никаких врачей не было. Никаких фельдшеров, никаких условий не было. Рожали в поле, рожали там, где застанет, где пошел плод, там и все. Никаких отпусков по беременности. Поэтому сегодня мы немощные и слабые в этом городах, в этих. Эти асфальты, эти машины, целыми днями люди сидят. Они перестали двигаться. Когда человек ходит, у него работает сердце. Когда человек работает руками, у него расширяется сознание. Поэтому если дети ваши ничего не будут делать руками, у них никакого сознания не будет. Они целыми днями сидят в школах. И у них даже нет труда сегодня. Даже труд изъяли из школы. Скоро физкультуру уберут из школы. А то вдруг кто-нибудь подвернет ножку. Поэтому сегодня мы говорим, Господь нам дает вселенский крест. Он этот крест как бы возносит на всем космосом, на всей вселенной. И говорит, что без креста нет этой жизни. И каждый должен нести свой крест. Как я уже говорил, правители, народ, муж, жена, дети, учителя, врачи, священники. Мы должны с вами понять, что два начала есть для нашего спасения души нашей. Это покаяние и крест. Господь с самого начала нас готовит к этому. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И Иоанн Креститель, когда еще только выходит на проповедь, он уже готовит человечество и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что такое приблизилось Царство Небесное? То, что Бог сошел на землю, родился на земле в образе человеческом, приблизилось Царство Небесное. И еще что? После вознесения Христа к Отцу Своему в Царство Небесное на земле начинается отбор душ для Царства Божьего или для ада. У каждого из нас или Царство Божие будет, или будет ада. Бог не занимается телом. Он нам не дает никаких лекарств. Он сам людей освобождает от болезней без каких-либо лекарств. Он не делает хирургические операции. Господь Словом все лечит. И нам дает Слово, чтобы мы в этом Слове положили молитву. Молитва есть беседа с Богом, беседа с ангелами, с Божьей Матерью, со святыми. Мы с вами сегодня часами говорим по телефону, а молимся очень мало. Надо беседовать с Богом очень много. На каждое действие. Господи, я сейчас буду вот это совершать. Благослови меня. Господи, я выхожу из дома. Спаси меня и сохрани. Господи, я иду в лес сейчас за грибами. Спаси меня и сохрани. Спаси и сохрани моего внука, моего сына, мою дочь, моего мужа. Сильная молитва матери. Молитва женщины. Особая молитва. Потому что через женщину воспроизводится род человеческий. И Господь женщине дал большую силу. Женщины живут дольше, чем мужчины. Женщины умеют все делать, что мужчины делают. Поэтому на сегодняшний день мы говорим с вами, мы прикасаемся вот к этому, самому главному покаянию в этой жизни и второй несению своего креста. И каждый раз, когда мы снимаем с себя крест, когда мы оставляем крест, который нам дается, каждый раз в это время совершается с нами, мы начинаем деградировать. Мы видим, что сегодня сделали с нашими детьми, с молодежью. Вы идите на улицу ночью и вечером. Мы никого не увидим сегодня. Детей нет на улице. Они все сидят за компьютерами, они сидят все в интернете. А что такое интернет? Помойка. Вся грязь там. Да, там можно найти все, кто что ищет. Но дети сегодня... Вы уверены, что дети там ищут физику, химию, биологию? Вы уверены, что дети там читают закон Божий? Поэтому сегодня мы обращаемся и говорим с вами, как можно без закона Божьего иметь отношение. Что такое наше поведение? Это отношение и деятельность. Отношение между людьми, отношение к предметам, до быта. Даже отношение к нашему лесу. Отношение к нашей воде. Поэтому сегодня мы прикасаемся к теме креста и к теме покаяния. Когда Господь несет свой крест на Голгофу, Он не уклоняется от этого. И мы должны еще ответить на один вопрос. За что распяли креста? Он что взял чужое у кого-то? Он кого-то осудил, обидел кого-то. За что его распяли? Я спрашивал тысячи людей и спрашиваю, за что распяли креста? Христа. Люди начинают что-то выдумывать. Христа распяли за то, что Он называл себя Сыном Божьим. Он все время обращался к отцу своему. Он обращался к отцу и говорил, я сын его. По законам еврея и еврейскому закону, по закону Моисея, всякий, кто называет себя Сыном Божьим, должен быть распят, должен быть лишен жизни. Поэтому вы должны знать об этом, что Христа и иудеи распялись за то, что Он называл себя Сыном Божьим. Что Он олицетворял себя к отцу небесному, к творцу мира сего. Пилат, как правитель государственный, как посланник от Римской империи, иудея была под Римской империей, он не находил вины никакой в Христе. И когда он Христом беседовал, как сегодня читал нам отец Виктор Диакон, он не нашел там, говорит, я не нахожу в нем никакой вины. И считаю, надо его отпустить, потому что он ни в чем не виновен. Но иудеи сказали, он нарушил закон иудейский. И если ты сейчас не сделаешь то, что мы говорим, не предашь его смерти, тогда мы пожалуемся на тебя в Рим. И Пилат еще обращается к Христу и говорит ему, ты ответь мне, что такое истина. Еще другие вопросы ему задавал. Но Христос все время молчал. Он уже не имел смысла никакого говорить, потому что он говорит, если вы не понимаете дела мои, которые я творю, если вы их не оцениваете, дела, которые я творю по воле Отца моего, который послал меня на землю, то что вам объяснять? Он говорит, посмотрите на мои дела, которые я совершил. Какой человек эти дела может совершить? Троих человек воскресил из мертвых. Люди умерли уже, а он их воскресил из мертвых. Возьмите, воскресите кого-нибудь сегодня. Господь освобождал людей от любой болезни, которая есть. До сегодняшнего дня врачи не могут лечить болезнь проказы. Проказы – страшная болезнь, когда мясо гниет, заразная болезнь. Прокаженные не имели права жить с людьми, они не имели права соприкасаться к народу. Они должны были быть связаны веревочками и шли из города в город. И у них еще были маленькие такие колокольчики. И когда они шли, эти прокаженные, связанные друг с другом веревочками, то жители города знали, что это идут прокаженные. Они выносили им пищу, одежду выносили, но к ним не прикасались. Сразу 10 человек подошли прокаженных Христу, и Христос сразу их освободил. Никаких лекарств не давая, никаких трав, никаких камней, ничего. Поэтому для Бога нет никакой преграды. Почему сегодня так много онкологии? Почему люди так много болеют онкологией? Потому что люди пьют, гуляют, имя Божье не признают, и не призывают имя Бога. А теперь открываю вам тайну. Бог пришел зачем к нам в жизнь? Он пришел за нашей душой. Тело наше останется здесь, на земле. Оно сольется с землей, атомы, молекулы, клетки, 100 миллиардов клеток в каждом из нас. Все сольется с землей. Потому что тело наше взятое с земли. Поэтому мы даем для тела нашего пищу от земли. Грибы, ягоды. Мясо люди никогда не ели раньше. Я не ем 40 лет мяса. Ничего со мной не случилось. Поэтому сегодня мы говорим о чем? Мы говорим о том, что вот это для нас главное. Бог пришел за нашей душой. И Христос говорит, какой выкуп человек даст за душу свою? Душа переводится на наш язык жизнь. Имя первой женщины Евы тоже переводится на наш язык жизнь. Ева это жизнь. Кто дает жизнь детям? Мужчинам, девочкам? Дает женщина. Через женщину совершается. Поэтому она жизнь. Ева жизнь. И отсюда душа наша жизнь. Когда душа из каждого из нас выйдет, все, наши глаза быстро перестанут работать. Наш мозг деградирует. Наше тело от него через год ничего не останется. Выкопайте тех, кого похоронили. Там уже ничего нет. Поэтому Господь только о душе нашей говорит. Если Христос говорит, если человек даже весь мир обрящен, будет правителем всего мира, а душе своей повредит, какой толк от этого, от этой власти. Вот что самое главное для нас. Душа наша. И как я вам уже сказал, для что для нашей души самое главное? Покаяние. Но наша душа зависит от чего? Наша душа зависит от нашего сердца. Сердце не только гоняет кровь. Сердце думает. Сердце помнит. Сердце предчувствует. Сердце любит. Сердце ненавидит. Сердце страдает. Сердце совсем другой орган. Оно находится по центру. Но сердце связано с органами чувств. Сердце связано с нервной системой. Когда мы осудили кого-то, сразу сигнал в сердце. Жена изменила мужу сигнал в сердце. Муж изменил жене сигнал в сердце. Взяли чужое. Сигнал в сердце. Раздражаемся. Сигнал в сердце. А что сердце делает? А сердце передает сигнал в кровь. И кровь бежит по всем клеткам нашего тела. И убивает эти клетки. Убивает печень. Убивает селезенку. Убивает легкие. Все люди, которые ругаются матом, все больные и мало живут. Это страшно. Поэтому сегодня мы говорим о чем? Мы говорим о чем? Что сегодня это в школах не преподают, о чем я говорю. Сегодня мы детей не учим этому. Вот почему сегодня все изменилось. Где дети? Сегодня у вас престольный праздник. Где дети? Поэтому все разрушилось. Когда разрушился закон Бога, который Господь дал, перестали нести свой крест перед Богом. И Иисус Христос нес крест перед Отцом Небесным. Поэтому каждый из нас сегодня, который отказывается нести свой крест, а хочет переложить его на кого-то, ничего в жизни не получится. Наша короткая жизнь быстро пройдет. А вот душа наша будет жизнью вечной. И наша душа все принимает. Наше осуждение, нашу любовь, нашу жертвенность все принимает. Если человек один не станет жить ради других людей, конец нашей жизни. Господь говорит, нет выше того человека, кто душу свою положит за други своя. Не может по-другому быть. Поэтому каждый из нас должен научить чего-то другому, послужить другому. Жена мужу, как я говорил, муж жене, родители детям, но только не сюсюкать. В чем служение родителей детям? Научить детей готовить пищу. Убирать за собой кроватку. Подметать пол. Стирать трусики и носочки. Руками стирать трусики и носочки. Дети маленькие должны. Научить их работать на земле. Научить их, как вести себя в поле, в лесу. Не плевать на землю, потому что наше тело взято от земли. Из земли произрастает пища. Разве можно плевать на землю? Поэтому сегодня все перекосилось. Все изменилось. Все сломалось. Потому что живем без закона. Крест не несем свой. Покаяния никакого нет. Поэтому сегодня я умоляю вас и прошу. Вы, люди, которые верны закону, всегда были. Ваши родители были верны закону. Когда я лежал некоторое время в больнице в Воскресенске, то там я исповедовал всех, кто был в больнице, врачей, медсестер. Ходил по палатам, беседовал с людьми. И один заведующий отделения, терапевтического отделения, сказал, как моя мать вышла на пенсию, она стала каждый день молиться по 14-16 часов в день. Каждый день. А сейчас ей уже 86 лет. По 14-16 часов в день, как на работу, каждый день. Так она готовит свою душу для перехода в Царство Небесное. А у нас нет времени даже почитать утреннее вечеринье молитвы. Мы все время заняты. Поэтому я умоляю и прошу вас, помните, какой престольный праздник был в вашем селе, в вашем городе, в вашем селе, в вашей местности. Возвижение креста Господня. Помните об этом кресте, передавайте из поколения в поколение, чтобы все поняли, что без креста нет жизни на земле. и мы говорим кресту Твоему поклоняемся и святое воскресенье Твое поем и славим. Поэтому я умоляю и прошу вас, как нам найти в себе силы, чтобы быть верными Богу и Его закону, Его заповедям, жить по этому закону и после этой жизни, чтобы нам встретиться в Царстве Небесном. Богу нашему слава на веки веков. Аминь.